Я хотела бы сказать несколько слов о небольшом духовном аспекте, который стоит перед моими глазами и не перестает звучать в моих ушах. Я говорю о Маргалит Мегедиш, матери Ари Мегедиш, которая возвратилась, слава Богу, домой с плена. За несколько дней перед ее возвращением вышел ролик, где ее мать Маргалит выполняет заповедь отделения халы. И во время этого она молится Всевышнему и просит у него милосердия, помощи, возвращения ее дочери домой. Это понятно и приемлемо нашему восприятию. Это естественно и логично. Много людей молятся сейчас в это непростое время. Но во время этой спонтанной молитвы она вдруг сказала со слезами на глазах, с бесконечной болью в сердце, с душевной болью, что ее дочь находится в плену в Газе, в руках Хамаса. Во время молитвы вдруг, как само по себе разумеющиеся из ее уст, мы слышим, «Всевышний, я тебя люблю». И я смотрю на это и говорю себе, «Спаси и сохрани, люблю». Вот прямо сейчас ты говоришь Всевышнему из своего нутра со слезами, «Я тебя люблю». Твоя дочь в плену в Газе у террористов Хамас. Я не могла это переварить и понять. И с тех пор я не перестаю думать об этом. Я знаю, что для многих людей это кажется очень примитивным, неумным, языческим. Женщина просто не осознает ситуацию, в которой она находится. Я хочу сказать, что в тот момент, как она это произнесла, я искренне ей позавидовала, позавидовала этому невероятному уровню ее веры. Это не примитивность и простота. Это духовность самого высочайшего уровня. Настолько высокого и сильного и настолько мудрое, что никакая восточная и не только медитация и самопогружение, люди, посвящающие всю свою жизнь в достижении святости, даже не могут коснуться того уровня, на котором находилась Маргалит в этот момент. Потому что она поняла досконально, что божественное провидение начинается и заканчивается только добром. Даже когда ты находишься на грани смерти, ты не увидишь плохого, потому что он, Бог, всегда с тобой. И что есть высшая истина, божественная, по которой все, что происходит, даже если ты на самом дне, мать беспокоящаяся о чаде, которая находится в руках зверей, хищников, даже тогда до глубины сердца понимает, что Всевышний делает что-то, что в конечном итоге приведет к глобальному добру. И даже если ее глаза не могут увидеть этого. Я очень верующий человек, но моя вера — сухая вера. Я верю в божественное провидение. Я верю, что все к лучшему. Я верю, что есть высшая математика в высших духовных мирах, которую мне не понять. Но вся моя вера — это когда я у себя дома, уверенная в своей безопасности, зажигаю субботние свечи и молюсь. Но не тогда, когда, не дай Бог, кто-то из моих детей находится в опасности, в смертельной опасности. Я хочу обратиться и сказать Маргалит, матери-праведнице, ты моя героиня. Ты символ и пример для меня. Дай Бог, дай Бог, чтобы я удостоилась достигнуть такого уровня духовности и самоотверженности, как ты. Продолжай молиться за каждого нашего солдата, за остальных похищенных и плененных. У тебя есть прямая связь с Богом. Продолжай. Ты и наши воины, еврейский народ, находятся в удивительной синергии. Наши герои-воины на поле боя и наши женщины, молящиеся за наш народ, нет ничего лучше и сильнее этого. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова